Роман, основанный на реальных событиях. В свет вышло произведение Лейлы Тамасхановой «Мали». За 200-летнюю историю ингушской литературы это первый женский роман, написанный на родном языке. Автор работала над ним целых 10 лет. Для почитателя подготовлено 2000 экземпляров. Зарема Евлоева расскажет. В эфире национального канала Лейла Тамасханова не раз зачитывала главы из романа «Мали». Зрители с нетерпением ждали продолжения истории Маликат и Бориса. В редакцию часто приходили вопросы о том, когда выйдет свет книга. Все ждали счастливого конца для героев с тяжелой судьбой. Над этой книгой Лейла Тамасханова трудилась 10 лет. Роман, по словам автора, основан на реальных событиях. Изменены лишь имена, даты и география. Роман требует прекрасной, широкой лексики. Он выбирает в себя очень множество направлений. Не просто же так литераторы говорят о том, что роман – это тяжелая артиллерия. И в этом смысле, конечно, мне хотелось не ударить в грязь лицом. И достойно выдать его для наших читателей с тем, чтобы они поняли, она не просто так 10 лет над этим мучилась. Герои романа познакомились еще в детстве. Теплые чувства друг к другу росли вместе с ними. Но быть вместе им не суждено. Виной тому – зависть окружающих, интриги или тяжелый рок. Читатель решит сам. Борис женится, а на другой переезжает в чужой город. И через много лет судьба вновь сводит их. Мы ведь не до конца раскрываем свои чувства ввиду наших адатов, прочих вещей. Ну и эта книга не предусматривает того, чтобы мы, допустим, целиком и полностью раскрыли характеры. Здесь, конечно, тоже присутствует вуаль, которая тоже интересна будет читателю. С намеком на то, откуда, с какой стороны можно ее приподнять. Вот у меня была именно вот такая цель. И когда я перечитывала этот материал, я понимала, что мне удалось все-таки найти именно эту изюмину. Написать этот роман на русском языке было бы быстрее и проще, делится автор. Но ей хотелось быть первопроходцем. Книга вышла в свет. И теперь Лайла Тамасханова – первая женщина, написавшая роман на ингушском языке. Планирую, чтобы эта книга попала в нашу электронную библиотеку обязательно. Чтобы был доступ любому желающему. А что касается библиотек и прочих заведений, где можно будет почитать эту книгу, я обязательно ее распространю. Начну с национальной библиотеки, а потом в научную библиотеку университета пойду обязательно, сдам эту книгу. Я очень хочу, чтобы люди читали. Писать Лайла Тамасханова начала еще в школе. В пятом классе ее первые стихи были опубликованы в газете «Пионерская правда». Сегодня она является главным редактором журнала «Литературная ингушетия», членом Союза писателей России, заслуженным работником культуры ингушетии и автором 14 книг. Пишет Тамасханова для детей и взрослых на ингушском и русском языках. Кстати, до конца 2018 года писательница планирует выпустить сразу семь сказок на родном языке. А презентация романа «Мали» состоится совсем скоро. Зарема Ивлова, Гапур Чах, Киев, Новости 24.